В эфире новости Карелии. Здравствуйте! В студии Наталья Ильина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Представьте, сколько мы новых объектов могли бы найти средства построить, сколько поменять труб. Почти 3 миллиарда рублей задолжали потребители Карелии за коммунальные услуги. Как бороться с неплательщиками, обсудили во время заседания правительства республики. Часть бойцов погибла, и в период удержания обороны нашими частями было произведено захоронение. В Спасской губе прошло торжественное перезахоронение останков советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Следить за регатой с берега не очень-то и интересно, поэтому мы отправляемся на водке на судейское судно. Парусные школы Петрозаводска и Твери встретились на дружеской регате. В День города в Петрозаводске проведут как полюбившиеся горожанам мероприятия, так и новые. Утвержденную программу праздника обсудили на городской планерке. В этом году мероприятие приурочат к 80-летию освобождения карельской столицы. Об этих событиях расскажут через театрализованное представление «Город мужества и славы. Тебе навеки мы верны», которое начнется в 12 часов на главной сцене у городской мэрии. Там же весь день будут выступать творческие коллективы Петрозаводска. Это не единственная площадка. Впервые появится сцена в створе Левашовского бульвара, на которой пройдут мероприятия, посвященные году семьи. Всего в районе Онежской набережной будет действовать четыре сценические площадки. Дополнительно к ним, начиная с 17.00, откроется еще одна музыкальная площадка у здания филиала Российской академии наук. У скульптуры «Рыбаки» пройдут фестиваль карельских цирюльников и бродащей, марафон творческих мастер-классов, танцевальный батл, квесты и флешмобы. В 21.00 на набережной начнется театрализованное представление для выпускников, а в акватории Онежского озера появится бригантина под алыми парусами. Завершатся гуляния выступлением группы «Русский размер. Проджект». Свою программу они начнут в 22.00 на главной сцене. На планерке обсудили и организационные вопросы. Ко дню города будут задействованы дополнительные бригады по уборке мусора. На велодорожке разместят 20 павильонов общепита и сувенирной продукции. Последние троллейбусы отправятся с Ленина в 23.20, чтобы развести людей по домам. Также городские власти напомнили, что вход на территорию проведения праздника запрещен с алкоголем, напитками в алюминиевой таре, а также с электросамокатами. Почти 3 миллиарда рублей задолжали потребители Карелии за коммунальные услуги. Это в первую очередь сказывается на качестве их предоставления и скорости модернизации системы ЖКХ в регионе. О том, как бороться с неплательщиками, а также как избежать аварий на всевозможных сетях зимой, говорили на заседании правительства республики. Оно прошло в формате видеоконференц-связи. Подробности расскажет Анжела Дробышевская. Главной темой заседания стали итоги прошедшего отопительного сезона и подготовка к новому. Минувшая зима была сложной, и количество коммунальных происшествий возросло. Основной рост в сфере подачи электричества. Энергетики, по словам министра строительства Виктора Рассыпнова, провели ряд мероприятий. Например, заменяли трансформаторы, строили новые линии. Что касается теплоснабжения, то снижение параметров тепла было отмечено в Лоухах, аварийные ситуации были в Петкеранте и Сигеже. Изношенность всех коммунальных сетей требует огромных вложений. Ремонта или строительства новых. И без инвестиций здесь не обойтись. Но и вклад населения, оплата за коммуналку имеет огромное значение. Кто-то не платит, потому что не хватает средств, кто-то, потому что живет в аварийном жилье, а другие и вовсе не проживают в квартире и платить за ЖКУ не намерены. В общем, в Карелии накоплено таких долгов на 3 миллиарда рублей. Если человек не живет, давайте с приставами арестовывать это жилье и подавать его, и часть суммы возвращать, введение уплаченных этих долгов. Потому что 3 миллиарда – это очень большие деньги. У нас с вами котельная, своя, стоит чуть больше 100 миллионов. Представьте, сколько мы новых объектов могли бы на эти средства построить, сколько поменять труб. Что касается аварийного жилья, большой проблем для республики, то от такого жилфонда нужно избавляться, поскольку вкладываться в ремонты их коммунальных сетей не имеет смысла, отметил глава. В целом, программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства – это комплексная работа, и многие вопросы уже решаются. Например, по теплу и электроэнергетике уже есть готовые инвестпрограммы. У нас остается незакрытое в полном объеме, недостаточно закрытое, так правильно сказать. Это направление вода и канализация. У нас здесь порядка 20 инвестпрограмм разрабатываются. В этом году три новых инвестпрограмм. То есть здесь мы еще не достигли стопроцентного охвата и работаем с муниципалами, опять же, при поддержке прокуратуры, для того, чтобы добиться, чтобы у каждой организации была инвестпрограмма. Мало того, чтобы это были реальные мероприятия. Что касается грядущего осенне-зимнего периода и межотопительного сезона, то в Минструе уже расставлены приоритеты. Так, в Чепелоухского района и в Суаярском на Истиньярове обещают заменить отопительные котлы. Все гижи уже меняют полтора километра тепловой сети. Осуществляется контроль за текущими работами в Петкеранте. Проблемы в Бесовце с электроснабжением на контроле ведомства. Это самые горячие точки. Если говорить о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону, то для каждой управляющей компании уже составлены графики промывки и опрессовки. За исполнением работ тоже будет вестись контроль. Анжела Дорбышевская, Служба новостей. В День памяти и скорби по всей Карелии прошли церемонии возложения цветов и венков у воинских мемориалов. Состоялись они и в столице республики. Акция «Огненные картины войны» прошла вечером 21 июня. Волонтеры совместно с юнормейцами, представителями администрации Петрозаводска и неравнодушными горожанами у стелы «Город воинской славы» выложили из свечей звезду, символизирующую память о начале Великой Отечественной войны. Событие, которое затронуло каждую семью в нашей стране. Лично у меня была прабабушка, которая воевала, защищала Кемскую ветвь. Также у меня по отцовской линии очень много родственников, которые воевали. И поэтому для меня эта дата очень важна. Акцию также приурочили к другой знаменательной для Карелии дате. Начало свирско-петрозаводской операции, в результате которой 21 июня 1944 года был освобожден Петрозаводск уже 28 июня, который мы будем отмечать тоже в этом году, как 80-летие освобождения города. 22 июня ровно в 4 часа утра на мемориальном комплексе «Братская могила» и «Могила неизвестного солдата с вечным огнем славы» ветераны, общественники, представители силовых структур, а также власти республики возложили цветы и венки в память о погибших в годы Великой Отечественной. И в продолжение темы. В День памяти и скорби в селе Спасская Губа Кандапожского района прошло торжественное перезахоронение останков 32 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Бойцы 3-го батальона 367-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии погибли на подступах к поселку в сентябре 1941 года во время контрнаступления. «Часть бойцов погибла, и в период удержания обороны нашими частями было произведено захоронение. К сожалению, эти захоронения были утрачены в послевоенные годы, и документов в архивах по этому периоду боев дивизии не сохранилось. Мы проводили работы в течение двух лет на местах этой битвы. За два года мы нашли два захоронения, по 16 человек, всего 32 бойца, которые мы сегодня будем хоронить». В работах приняли участие поисковики отряда «Авиапоиск» Союза поисковых отрядов Карелии и участники отряда «Эстафета поколений». Местные жители, поисковики и представители власти собрались на братской могиле, чтобы торжественно предать земле останки героев. Минуты молчания собравшиеся почтили память погибших, а затем возложили к могиле цветы. В Олонецком районе в деревне Самбатукса прошла акция, посвященная 80-летию освобождения Карелии от фашистских захватчиков. 21 июня 1944 года началась Вирско-Петрозаводская наступательная операция советских войск. Уже через несколько дней были освобождены первые карельские деревни. Репортаж Светланы Воробьевой. Клавдии Михайловне Ивановой в июне 1944 года было 10 лет. Она хорошо запомнила события 80-летней давности. Женщина рассказывает, что жителей попросили покинуть деревню незадолго до начала наступательной операции советских войск. Собирались они в спешке, взяли с собой, что смогли, укрывались в другой деревне. Оттуда хорошо просматривалась местность, и они видели, как горят родные дома. Сегодня Клавдия Михайловна – почетный гость на торжествах, посвященных 80-летию освобождения Карелии от оккупации. К мемориалу в деревне Самбатукса пришли местные жители. Приехали школьники из соседнего Ладына-Польского района Ленинградской области, а также родственники погибших здесь во время тех событий бойцов. Олег Сахаров проделал путь в 2000 километров, чтобы привезти родную землю на место гибели своего дяди. Люди, которые погибли здесь, были с разных мест Советского Союза. И мой дядя, Шатилов Владимир Иванович, родом из далекой Воронежской области. Он погиб именно здесь. Памятное место в Самбатуксе – это высота, которая была хорошо укреплена финами. Первым сюда ворвался этот танк майора Колченко. Он успел уничтожить несколько огневых точек, но потом сам подорвался на мине. Боевая машина так и осталась на поле боя. Теперь это место – братская могила. В ней захоронены останки погибших бойцов. Их в течение многих лет находили поисковики со всей России. И сюда приходят местные жители, чтобы поклониться памяти своих освободителей. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, служба новостей, деревня Самбатукса, Оланецкий район. Карельская автогонщица стала первой женщиной, взявшей серебро в российских гонках на выносливость, а в Петрозаводске врачи спасли девушку с редчайшим генетическим заболеванием. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Коротко». Некоммерческие организации региона направили 100 заявок на конкурсный отбор фонда грантов главы Карелии. Это проекты на социальную тематику. Максимальная сумма, которую получат победители, составляет полтора миллиона рублей. Врачи Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи спасли девушку с редчайшим генетическим заболеванием. О нем стало известно лишь в ходе плановой операции. Это первый случай злокачественной гипертермии в Карелии за последние 15 лет. В Сартовале началась установка основания памятнику князю Ярославу Всеволодовичу, крестителю Карелов. Его открытие запланировано в июле. Семья Талашиновых из Петрозаводска вышла в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Участие в нем приняли более 100 тысяч команд из разных регионов страны. Экипаж карельской автогонщицы Ирины Сидорковой занял второе место на соревнованиях в Казани. Петрозаводчанка стала первой женщиной, взявшей серебро в абсолюте в российских гонках на выносливость. В Карелии вновь прошли знаменитые автогонки «Белые ночи». В этом году соревнования включали зачеты пятого этапа Чемпионата России по автомобильному спорту и финал Кубка Карелии по ралли. Быстрые повороты, лихие заносы, прыжки на трамплинах, максимальная скорость и даже сходы с дистанции – все это ралли «Белые ночи». Классическая гонка в прошлом году отметила свой 60-летний юбилей. Для участия в нашу республику приехали сильнейшие спортсмены, чтобы вновь побороться за победу на карельских дорогах. В списке участников больше 50 экипажей, в том числе более десятка на автомобилях абсолютного зачета. Дистанция гонки в этом году составила 122 километра. Детская дружеская регата прошла в столице Карелии. На яхтах класса «Кадет» в «Онега» вышли команды парусных школ Петрозаводской и Твери. Гонка прошла в рамках культурного события водного спорта. Барт-регаты под названием «Людям очень нужны паруса». Егор Баяла продолжит. Молодые морские волки с Петрозаводской школы яхтенного рулевого «Брамсельный ветер» выходят на прогулку под парусом в компании тверских коллег – воспитанников парусной секции «33-й румб». Последние занимаются этим спортом третий год. Опыта у ребят не так много, в основном ходят на кадетах. Это двухместные лодки, капитаны, матрос. И поэтому сегодня мы проводим регату именно для них, для таких лодок. То есть это двойки. Это как бы для нас серьезная лодка, потому что обычно у нас ребята в одиночку, один рулевой. А двойка, она уже сложнее. Она сложнее в управлении, сложнее в организации работы в ней. Устойчивость такой лодки достигается за счет слаженной работы команды. Экипаж справляется, значит, до финиша доплывет. Сомнений в том, что все гонку пройдут, конечно, нет. В каждой лодке будет опытный матрос из Петрозаводска. Другой такой город я не знаю. Чтобы было вот такая парусная школа, как «Брамсельный ветер», я другой не знаю. Ну, есть спортивные секции, есть какие-нибудь там еще замороченные, там какие-нибудь навороченные. А вот такой душевной, замечательной, близкой нам по ментальности парусной секции я другой не знаю. Перед выходом на воду обязательный инструктаж. Онежское озеро славится своим капризным характером, с которым гостям еще не приходилось сталкиваться. К счастью, в день регаты ветер был северо-западный, умеренный, беды не предвещал. Участники сели в лодке, начали обкатывать судно, готовиться к началу гонки. Наша съемочная группа последовала их примеру. Следить за регатой с берега не очень-то интересно, поэтому мы отправляемся на лодке на судейское судно. С яхты судей был дан старт гонки, она же служила финишной точкой регаты. Соревнования в Петрозаводске проходят в рамках культурного события клуба «Брамсельный ветер». Барт регаты «Людям очень нужны паруса», которая проводится совместно с клубом авторской песни «Апрель» и парусной секцией «33-й румб». Погода по традиции преподнесла пару сюрпризов. Во время регаты начался дождь, однако это участников гонки не остановило, и она удалась на слабу. Главная цель такого мероприятия – не выявить самого лучшего моряка, а позволить двум парусным школам обменяться бесценным опытом и укрепить свою дружбу. Егор Буяла, Дмитрий Вильянин, Служба новостей. И это все новости к этому часу. С вами была Наталья Ильина. До встречи.